Техника Apple по низким ценам напрямую из американского Apple Store при помощи надежного сервиса Бандеролька. Ссылка в описании. Всем привет, с вами AppleTM и ребят, скоро выходит iOS 9. Состоится это все на WWDC15, это будет первая бета, которая будет доступна для разработчиков. Но знаете, хочется ее поставить, потыкать, посмотреть что к чему, как что работает, что есть нового, ну и конечно же показать вам. Начнем, пожалуй, мы с этого видео и поговорим о том, как установить iOS 9 бета на ваше устройство. Давайте начнем. На самом деле вариантов немного, мне известно 3, но как минимум 2, это 100% рабочие варианты. Давайте начнем, пожалуй, с первого и самый первый, самый простой. Это если Apple разрешит ставить iOS 9 бета абсолютно все. Тогда не нужны никакие прописки в аккаунт разработчика, аккаунт разработчик по сути вообще не нужен. Просто качаете бету под вашу версию устройства и устанавливаете, используя iTunes. То есть это самый быстрый и самый простой вариант. Вариант номер 2. Он тоже простой, но требует денег. Это средняя цена от 150 до 200 рублей. Думаю, многие догадались, это прописка в аккаунте разработчика. Все, что вам нужно сделать, это найти людей, которые прописывают удиды в аккаунт разработчика. Кто не знает, что такое удид, это уникальный серийный номер вашего телефона или планшета, короче, любого устройства от Apple. Его можно найти в iTunes. Для этого нужно подключить ваше устройство к компьютеру и на вкладке iTunes на главной странице вашего устройства вы найдете этот самый удид. Отсюда вы его копируете и отправляете людям, у которых есть аккаунт разработчик, которые прописывают устройство. Если вы хотите, например, поставить iOS 9 Beta на ваш iPhone и на iPad, то нужно высылать два номера и телефона и планшета. Лично я так и сделал. Мой iPhone 6 прописан в аккаунте разработчика и после выхода iOS 9 Beta 1 я смогу ее установить. Мне придет ссылка, по которой я перейду и смогу скачать iOS 9 Beta 1. То есть вот такой второй способ. Он быстрый, простой, но требует денег. И последний, третий способ это покупка самого аккаунта разработчика. Если ты, мой дорогой зритель, надумал покупать аккаунт разработчика, то имей в виду, что это все дело стоит очень больших денег. Что-то вроде 100 долларов, если я не ошибаюсь, на данный момент стоит купить аккаунт разработчика. Там имеется 100 мест, то есть вы можете прописать до 100 устройств, что в принципе классно. Ну и по-моему раз в год нужно покупать аккаунт разработчика заново и прописывать все свои устройства, соответственно, заново. То есть имейте это в виду. Но это 100% способ, как и предыдущий. Что касается первого способа, где можно ставить iOS 9 Beta 1 на все ваши устройства без каких-либо ограничений, то это все под вопросом. И думаю, Apple так не сделает. Нужна будет прописка в аккаунте разработчика. На этом, ребята, можем закончить. Подписывайтесь на канал, потому что будут обзоры iOS 9 Beta 1 на канале, я думаю, одними из первых. Так что ждите. На этом можем закончить. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши пальцы вверх. Не забывайте о яблочках. Пока.